Центр мировых политических новостей Казань. Третий, основной и завершающий день саммита БРИКС в разгаре. Круг тем от совместной борьбы с терроризмом до создания зерновой биржи. От безопасности в космосе до разработки единой транспортной платформы для обеспечения логистики между странами объединения. На этом акцентировал внимание в своем выступлении на площадке БРИКС и президент Казахстана. Главные заявления и предложения в материале моей коллеги Динары Жамбатыровой. Приезд высоких гостей на саммит БРИКС организован на уровне. Глав делегации к локации проведения саммита доставляли на Аурусах. На автомобили российского бренда прибыл президент Казахстана. Однако такая деталь, как казахстанские номера, не осталась незамеченной. После официального фотографирования участники тут же приступили к обсуждению повестки. А она, надо отметить, довольно насыщенная. От экономики до борьбы с терроризмом. Красноните через весь саммит проходит сотрудничество и партнерство. При этом свои инициативы и предложения желает озвучить каждый представитель делегации. Их более 35. Все не понимают, у БРИКС огромный потенциал. Это 40% населения Земли и почти четверть мирового ВВП. БРИКС обладает как ресурсами, так и опытом для построения будущего, основанного на принципах совместного процветания, взаимного уважения и партнерства. Для Казахстана крайне важен тот факт, что с каждым государством, участником БРИКС, у нас сложились поистине дружественные отношения. Нет сомнений в том, что многосторонние усилия БРИКС будут гармонично дополнять деятельность организации объединенных наций, которые по-прежнему являются незаменимой и универсальной структурой. Президент отметил, что концепция России по созданию равной неделимой безопасности в Евразии поможет снизить геополитическое напряжение, поддерживает Казахстан и инициативу Китая в области глобальной безопасности. Казахстан в целом поддерживает мирный план Китая и Бразилии по Украине. Наша страна разделяет обеспокоенность государству участников БРИКС обострением ситуации на Ближнем Востоке, что привело к огромному количеству человеческих жертв и гуманитарной катастрофе. Однако решение этих конфликтов в первую очередь в прекращении огня. И здесь должен громче звучать голос совбеза ООН. В этом процессе БРИКС может сыграть ключевую роль, усиливая представительство средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. Казахстан поддерживает реформирование Совета безопасности ООН и его расширение за счет новых членов из Африки, Латинской Америки и Азии. Голоса стран глобального юга должны звучать весомо в решении вопросов мира и безопасности. БРИКС может сыграть ключевую роль в этом процессе, усиливая представительство так называемых средних держав и развивающихся экономик в структуре глобального управления. В каждом своем выступлении Касым Жумар-Тукаев упоминает развитие транзитно-транспортной сферы. В первую очередь это пояс и путь, международный транспортный коридор север-юг и транскаспийский международный транспортный маршрут, которые объединившись могли бы стать мощной транспортной основой Евразии. Способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговли в долгосрочной перспективе. Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках БРИКС-плюс для укрепления энергетической безопасности. Мы заинтересованы в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Большие проекты БРИКС могло бы реализовать в климатической повестке решения и последствий природных катаклизмов. Эффективным могло быть и сотрудничество в формате Плюс, и по энергетической безопасности. На завершении своей речи глава государства подчеркнул, что проведение самого саммита в таком составе уже повышает взаимосвязанность между севером и югом. Теперь задача устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса. Тенаржем Батырова, Саят Башимов. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. 24КЗ.